В бюджете Ненецкого округа по-прежнему сохраняется дисбаланс расходов и доходов. На минувшую неделю в казну региона поступило 54 миллиона рублей, из которых 50 миллионов – это налог на доходы физических лиц. Израсходовано порядка 120 миллионов рублей. Об этом доложила вице-губернатор Татьяна Лагвиненко на еженедельном оперативном совещании при губернаторе округа. В структуре расходов округа за минувшую неделю 1 треть 42 миллиона рублей составляют расходы на образование, культуру и спорт. 9 миллионов рублей – затраты на сферу здравоохранения. Мы начали оплачивать задолженность по социальным выплатам. 35 миллионов первые пошли. В этом году мы также продолжаем оказывать поддержку формой субсидии юридическим лицам. Первая сумма – 3 миллиона 300. Это в основном возмещение затрат, возникающих при производстве хлеба и доставка продовольственных товаров в сельские населённые пункты. Возвращаясь к социальным выплатам, стоит ещё раз отметить, что из-за сокращения доходов бюджета срок выплат был перенесён на месяц, следующий – за отчётным периодом. Дата и выплат было установлено 20-е число каждого месяца. В традиционном начале года ситуация с доходами сложнее, чем обычно, поэтому сегодня в регионе сформировалась задолженность по соцвыплатам. Что касается января, выплаты производились, как сказала Татьяна Павловна, уже 20-23 числа. Выплачены на сегодняшний момент пособия на детей, компенсационные выплаты пенсионерам 2708-300, труженикам ТЭО «Дети войны». Выплачены проценты по ипотечным кредитам, субсидия по жилищно-коммунальным услугам и другие. До конца месяца планируем погасить задолженность за предыдущий год и оставшиеся выплаты. Как пояснил советник губернатора Сергей Свиридов, соцподдержку за январь жители будут получать до 20 февраля. Глава региона, в свою очередь, отметил, что сдвигов на день-два быть не должно. Если мы должны меры соцподдержки до 20 числа оплачивать, мы должны их оплачивать до 20 числа. Понятно, январь месяц тяжелый, половина месяца вылетает на все эти праздничные выходные дни, доходов нет. Тем не менее, начиная с февраля, мы на день не должны задержать никакие выплаты. Да, у нас есть одна проблемная ситуация, связанная с тем, что в бюджете на сегодняшний день не предусмотрено порядка 600 миллионов рублей. Но будем смотреть, как эту проблему решать. Есть определенные договоренности с оператором Хорегинского месторождения, постоянно на связи с руководителями нефтяных структур. Поэтому в начале февраля необходимые платежи у нас будут. Поправки в бюджет текущего года внесут на февральской сессии. О каких суммах идет речь, пока не уточняется. Ранее Татьяна Лагвиненко поясняла, что объем поступлений будет зависеть от курса и цены на нефть. Напомню, бюджет 2017 и последующих годов верстали, исходя из цены нефти марки «Юрлс» в пределах 40 долларов за баррель. С начала года цена на нефть не опускалась ниже отметки в 53 доллара за баррель.